Девушки отдыхают Здравствуйте! Я верю в него с первого взгляда. Сегодня я сюда пришел, чтобы найти девушку для серьезных отношений. К сожалению, я сегодня один, потому что мои друзья меня немного подвели. У меня вся надежда на вас сегодня. Александр, 27 лет. Две девушки Александра мечтали выйти за него замуж и родить от него детей. Но отношения не сложились. Первую возлюбленную Александру лечил в неверности, а вторую устал содержать. Александр совладелец фитнес-клуба. Играет в хоккей, любит поесть на ночь. Много времени проводит на тренировках. Мечтает прыгнуть с парашютом и побывать в космосе. Предупреждает, что имеет вспыльчивый характер. Его никогда не заинтересуют неряшливые и курящие женщины. Его избранницей может стать воспитанная длинноволосая девушка, которая умеет вкусно готовить, мыть посуду и будет разделять его любовь к спорту. Здравствуйте, Александр. Бедолага и по истории. Бедолага и пришел один без поддержки. Так получилось. Как тебе, молодой человек? Ну, такой интересный достаточно. Да, достаточно интересная внешность. Разносторонний. Что же это такое? 27 лет. И профессия. И такой вы симпатичный, и здоровый, и без вредных привычек. Что же вас с женщинами не везет-то никак? Почему они все хотят пользоваться вами? Как сами-то думаете? Мне кажется, не то, что пользоваться. Просто как бы поступил в университет. Был молодой, 18 лет. Встретил девушку. Влюбился безумно. Вот. Была старше она меня. Вот. Встречали снеги. Около где-то, наверное, трех лет. Может быть, чуть побольше. Вот. Учился. Все было хорошо. Мне, в принципе, все устраивало. Но, как оказалось, значит, не все устраивало ее. Чего хотела-то она? Она хотела, наверное, жениться и детей. А я не то, что был как бы не готов. Просто я ей сразу объяснил, что сначала, в первую очередь, нужно закончить университет. Как мне институт надо закончить и трудоустроить. Да, то есть как бы... Девчонки, вы такие странные. Вот. У вас, когда приспичит... Выходить замуж и рожать детей. Вы ни на что не смотрите. Не то, что придется жить с родителями какое-то время. Не то, что у него впереди вообще ничего не мажет. А потом у вас претензии. Послушай, я выходила замуж, я думала, что у нас будет там пятикомнатная в центре. А этого ничего нет. Если вы с большими претензиями в жизни, выходите за готового. Ну, как можно требовать от мальчишки, от студента чего-то. Ну, любила она его, Лариса. Ты допускаешь, что есть любовь, которая застит глаза. Тогда живите в коробке из-под телевизора, без каких-то требований. Ну, где же взять все это? Ой, я детей как раз хочу. На самом деле. Да, ладно, сейчас я молодой. Саша, ты прекрасно знаешь. Вот расскажем ему про все твои желания. У меня были обязательные практики, куда мне нужно было уезжать там на месяц, на полтора месяца, раз в год. И она это знала? Конечно, я ее предупреждал. Она не была даже особо против этого. Вот. И со временем, уже где-то вот к концу наших отношений... А вы вместе жили, да? Вы знаете, как получилось? То, что я учился в Москве как раз, жил в общежитии. Она работала в Москве, и она как бы тоже снимала там с подругами квартиру. Ну, в общем, где придется. Ну, да. Если комната свободна, она к вам. Если подружки нет, вы дни. На выходных всегда. То есть, как бы я ее забирал, и мы вместе жили у меня. Можно так это назвать. Вот. И как-то после очередной практики я приехал, и начал замечать, что начались слишком частые звонки с работы. Ну, она мне это все объяснила тем, что по работе, там, и на выходных как бы это началось. Ну, и, соответственно, я как бы никогда не люблю смотреть чужой телефон. Никогда этого не делаю. Вот. А она... Она тоже как бы никогда этого не смотрела. Не мой телефон. Такие у нас были с ней доверчивые отношения друг к другу. Но я посмотрел, и, ну, заподозрил то, что у нее... И вот вы, хитренький, когда увидели, что она часто прячется то в ванной, то еще где-то с телефоном, да? Телефон берет с собой. Вам звоночек. Вы решили заглянуть. Увидели, что в телефон вбит какой-то Вася чужой. Да. И вы решили перехитрить ее. Да, так и было. Васю-то оставили, а номерок свой вбили. Да. Слушай, это очень грамотная. Тема, да, такая. Свой номер не всегда. Да. Не каждый так догадается. Только я уехал из дома, ну и пришла мне волшебная СМС. Люблю, не могу. Люблю, не могу, жду звонка. Мой дурак уехал на рыбалку, да? Да. А вы тут получив СМС-ку и нарисовали. Я вернулся сразу, как бы показал телефон. У нее разрыв сердца, конечно. Да, слезы, то есть я как бы сам тоже очень сильно переживал по этому поводу. Да что это вы переживали-то? Обещания жениться не давали. Пользовались молодым телом девичьим. Ну и она же пользовалась им тоже. А потом она, она с надеждой. Роза, а вот смотри, а как не попользовавшись, можно жениться? Ну вот сейчас в другое время. Нет, можно. Ну, Роза, только у вас у татар осталось уже нет. Более умные девушки, они как раз сначала вот доступ к телу после свадьбы. А свадьба, она подизнает. И вот так они до сорокалекции. Она пыталась его заманивать всеми силами. А когда не получилось? Короче, когда вы ей показали эту СМС-очку, вот она поплакала, поплакала. Вы не стали ее прощать? Знаете, мне было очень тяжело на тот момент, потому что все-таки это была моя первая любовь. Ну и простил бы, Саша. Знаете, я попытался простить, но все равно все-таки я со временем понял, что я не смогу это сделать, потому что на почве ее измены, все наши скандалы, можно так сказать, они как бы продолжились. А не значит ли это, что вы теперь всех девушек будете подозревать и будете там в телефонах? Нет, конечно. Знаете, я как бы привык строить отношения на доверии. Я считаю, что это правильно. Ну, это обычная история, на самом деле, измен такая, когда человек только за дверью. Значит, чувства уже нет, я так думаю. Саш, в общем, вы парень хороший, вы нам нравитесь. Мы сегодня постараемся вам подстать на эти девушки, но вы тоже помогаете, не сидите здесь носом, не ключи, ладно? Конечно. Сейчас вот умных девушек послушаем. А вот вы хоккеист, да? Да. Вообще, а для чего вы так профессионально тренируетесь? Практически, как-то не каждый день. Я полюбил спорт, можно сказать, раньше, чем девушек. Это произошло в 9 лет. А вы знакомитесь тогда с девушками? Потому что, я так понимаю, вон у бизнес у вас, спорт такой плотный. Вы когда с ним знакомитесь-то и где? Ну, на выходных, все равно у всех же есть выходные. Ну и куда ходите? Ну, по клубам с друзьями тоже, как бы, хожу. Ну, все по клубам. А потом на хоккее тоже можно познакомить. Известный комик Майк Майерс, который Остин Пауэрс. Познакомился с женой на хоккее. Он хоккейный фанат, и ему в него попали шайбы, а жена его реанимировала. Василис, ты видела эти фанаты-то хоккейные? Господи! Они сейчас такие умные. Сейчас приходят, посмотри, все богатые барышни, которые вышли из спортсменов, а они сами себе ничего из себя не представляют. Но они знают, что в перспективе там будут большие деньги, и высиживают их. Но я не про это хочу. Вот посмотрите, ну, ни для кого же не секрет, что молодые девчонки сегодня в большинстве своем корыстные. И вам попалось тоже корыстное, вытаскивало из вас деньги. А вы просто тяжело расстаетесь с деньгами? Или у вас их не было на тот момент? Расскажите историю. На тот момент, как бы, просто так получалось, то, что родители, конечно, помогали. Вот, можно им сказать спасибо большое. Ну, родители помогали вам, а родители не собирались содержать чужого человека. Как бы ели, все хорошо, и отдыхали. Но все равно, например, не хватало, там, на вторую машину можно так назвать. Обалдеть можно аппетит. Ты представляешь, унынешних девушек? Нет, а телефон, все это он ей покупал на деньги родителей. Нет, почему? Я сам зарабатывал на это. Ну, хорошо, на телефон заработал. Она что, не понимала, чтобы на машину? Даже мне муж машину не дарит, блин, кстати. А вот я хочу сказать, поэтому и не женился, возможно. И девушкам тоже нужно мотать себе на ус. Хочешь, чтобы тебя взяли замуж, сделай что-то для брака. Такая кофчика красивая. Встань, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. А это покажет на всю страну, я надеюсь. Ух ты, а юбка откуда? Ай, красотка какая. Александр, а вы-то сами чего хотите? Ну, вы знаете, после таких долгих отношений, в принципе, как бы я понял, какая мне девушка нужна. Какая? Какое счастье? Вот прямо мы слово-слово запоминаем и такое будем искать. Знаете, во-первых, мне как бы нужна... Я всегда смотрю сначала на внешность. Правда? Да. Оригинал. Редкий случай. Вы единственный практически. А остальным лишь бы человек был хороший, знаете? Вот. Потом, соответственно, ну, чтобы она была интересная, добрая, чтобы она умела готовить, конечно же. Ты посмотри, какие оригинальные... С двумя высшими образованиями. Первое образование должно быть психология, а не нет, а педагогическое, второе финансовое, но еще при этом она должна закончить технику, культарную технику. Не забывайте про родителей дипломатов и накопленные уже какие-то блага материальные. Саш, какую кухню ты любите? Ой, вы знаете, я вообще неприхотлив. Мне кажется, все-таки, наверное, больше всех русскому, потому что мама очень вкусно готовит. Кстати, если маме не понравится... А вы знаете, вот родители, они всегда так мне говорили, лишь бы мне нравилось. Примут любую, да. А что, вы так вот маму с папой растили, вы даже с мнением не будете считаться? Не, конечно же, я, например, может быть, пришел лучше, потому что они не посоветуют. Хорошо, если она будет из неблагополучной семьи, так ли важно для вас, мама, папа? Не, я послушаю, конечно же, родителей, но все равно сделаю по-своему, и они примут всегда мой выбор. 27 лет, у меня был мужчина ухажер, 27 лет, он был намного больше, потому что я сама маленькая, я люблю, когда стена за мной. Руза и Василиса. Ну, что я могу сказать? Саша мечта это, как любой мужчина, умная, красивая, богатая, ну и весь набор, который прилагается. Ну, скажем, что при данном я имею в виду, про внутренний мир молчу. Правда, я всегда советую жениться три раза, но почему в вашем случае не попробовать? Сегодня я постараюсь как-то немножко вернуть вас в реальную жизнь и освободить от всяческих иллюзий, не то никогда не женитесь. Жена будет сильна в чем-то одном, либо вот такая красавица и умница, как Василиса. Правда, хорошо готовят, правда. Как и я, хорошо готовили, я больше никаких для меня достойно. Да, ну ты вообще вот это вот. Поэтому, видите, у нас мы все три разные. В комплект никогда не получится. Поэтому сегодня попытаемся разобраться, какие приоритеты готовы. Вы хорошие парни, мы у вас сегодня женить на хорошие девчонки. Александр, вы, конечно, цените насыщенность чувствами в любви, прежде всего. А это значит, что вам самому жениться не надо. Не в смысле того, что я вам не советую, а в смысле того, что вы внутренне не испытываете потребности. Поэтому до сих пор не женились, объективно так. Но, к сожалению, как бы вы не наслаждались в отношениях чувствами, даже не нуждаясь больше ни в чем, подумайте о том, что ваша противоположная сторона должна в этом нуждаться. И все-таки уже следующий ваш роман, я надеюсь, дойдет до ЗАГСа, но если он будет серьезным, разумеется, не просто так. Выбирайте девушку, может быть, не блестящей внешности, но блестящего характера. Прежде всего, должна быть доброй, но не в таком банальном понимании. Как Лариса. Но нет, она должна быть открытой, искренней, очень щедрой. к вам, и она должна быть достаточно мягкой для того, чтобы вас направлять в вашем жизненном пути мягко. Потому что вы, водолеи, жениться не любите, а если еще и водолеи Венеры в рыбах в соединении с Марсом, погулять нам хочется, чувств вкусить хочется, а вот ЗАГС нет. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии. Александр, идите знакомьтесь с первой невестой. Удачи! Меня зовут Вероника, рада тебя видеть. Думаю, тебя не огорчить. Хорошо. Спасибо. Очень интересно, девушки, внешность экзотическая. Да, экзотическая. Здравствуйте. Здравствуйте. С кем вы? С друзьями. Александр или Александр? Давайте на вас посмотрим. Вероника, 19 лет, временно не работает, мечтает стать фотомоделью. Гордится тем, что может сшить себе модный наряд. Признается, что она наглая, дерзкая и влюбчивая. Жалеет о том, что поссорилась со всеми родственниками. Сначала Вероника не смогла найти общий язык с мамой возлюбленного, а позже заподозрила парня в изменах. Надеется, что с Александром у нее не будет таких проблем. Какая интересная внешность. Что у пансиональности? Мама кореянка, папа русский. Вы жили в семье отца? Да. А папа жил с вами? Конечно. А мама куда делась? Мама работала все время. Потом они развелись. И мама уехала? Да. Вышла замуж за другого? Ну да. А вы общались с ней? Имели возможность общаться? Я потом поняла, что когда я была маленькая, повзрослела, что нету мамы рядом. Я как-то сидела дома, и мне позвонила, к нам на домашний позвонила моя мама. Я не узнала мою маму. Она говорит, доченька, это ты? Я говорю, да. А вы до этого думали, что дедушка и бабушка это ваши родители? Конечно. И тут нарисовалась ваша мама и говорит, доченька, на на самом деле твоя мама я? Да. Вот. Я была рада ее слышать. Мы встретили. И вот вы были рады. У вас бросила женщина, родная мама, бабушка с дедушкой на вас положили жизнь, воспитывали вас, стратили свою энергию, время. А стоило один раз позвонить этой женщине, и вы сорвались с места и оставили бабушку с дедушкой? Да. Не жалко бабушку с дедушкой? Жалко. Вы ведь поссорились с ними? Ну, мама моя родная кровь. Знаешь, минусы в том, что она не семьянинка. Да. Поссорилась со всей семьей, это ужасно. А по нему видно, что для него это очень важно. Сколько вам было лет? Когда я услышала маму? 13. 13 лет. И с 13 лет по сегодняшний день, то есть 6 лет... Я живу с мамой. С мамой. Вы счастливы? Да. Правда? Да. А я знаю, что у вас не так уж и хорошо, и не так гладко отношения с мамой складываются. Ну, у меня характер. С моим характером... А расскажите мне про свой характер. Я очень наглая, вредная. Вам это нравится быть такой? Мне это не нравится. Если не нравится, значит, нужно в себе что-то менять. В принципе, знаю историю, я искренне сочувствую ей, и хочу, чтобы у нее была крепкая семья, надежный мужчина рядом. Но я думаю, что она не готова. Нет, не то, что не готова, он ей не подходит. Мне кажется, она сама маленькая еще. Давайте помиримся с бабушкой, дедушкой. Давайте. У нас есть возможность вас соединить по телефону. Я не хочу. А я вам помогу. Дайте номер телефона, скажите. Это будет очень трогательный момент, если это произойдет. Как зовут? Бабушку? Людмила Ильинична. Алло? Людмила Ильинична. Ну да, я. Здравствуйте. Это Лариса Гузеева. Программа «Давай поженимся». У нас в гостях сейчас ваша внучка прелестная, совершенно Вероника. Обхонарить можно. Хорошая девочка. Ничего. Она что, не может найти себе кавалера без вашей помощи? Ну, наверное, не может. Посмотрите сейчас, какие парни. Им же одно нужно от девчонок. А девчонкам другое нужно. Насколько я знаю Веронику, то ей тоже нужно одно. А ей что нужно, Людмила Ильич? Ну, чтобы был мужчина с квартирой или с деньгами. Она, знаете, плачет, сидит, говорит, такая дура по молодости. Предала бабушку с дедушкой. Они мне были как мать с отцом. А сейчас повзрослела, говорит, стыдно мне. А первый шаг не знает, как сделать на примирение. Любит она вас? Что будем делать? Может, простите? Делать мне ничего не нужно. Она знает прекрасно мой телефон и свое отношение к ней. Поэтому, что ей... Это значит, я им ерунду говорю. А какое отношение? Вы ее любите по-прежнему? Конечно. И вы ее ждете? Никогда ее любили. И никогда ее ничего нет. И вы ее ждете? Ваш дом открыт для нее? Ну, конечно. Почему нет? А она головой трясет, говорит, нет, не так. Вероника, а у тебя есть возможность сказать бабушке сейчас? Скажи, бабушка тебя слышит. Бабушка, привет. Я тебя не видела давно. Рада слышать. Привет, моя дорогая. А что это ты вдруг решила через кого-то? Я тебе что, когда-нибудь отказывала в чем-нибудь? Ты чего? Нет, бабушка. Девочка моя. Нет, бабушка. Людмила Ильич, а вот как вы считаете, пора Веронике в 19 лет? Может быть, правда, ей стоит хорошего парня сегодня найти и выйти за него? Как вы считаете? Она должна сама решить. Готова она выйти замуж? Значит, и габуси выходит. Я все равно вам желаю крепкого здоровья и терпения в этой жизни, потому что то, что вы уже сделали, то, что вы эту девочку растили и воспитывали, и столько отдали ей тепла и своих сил жизненных, вам спасибо огромное, вам поклон. Знаете, очень бы захотелось с вами встретиться. Даст Бог, свидимся. Может быть, придете к нам на программу в следующий раз. Спасибо вам большое. Я буду очень рада. Я буду очень рада, потому что сегодня хочется общаться с такими людьми, как вы. Уже хватит с сумасшедшими. Вам спасибо. Всего вам доброго, хорошего вам вечера. Моя птичка. Любит она вас, видите? Это такие близкие, это самые родные люди. Ей на самом деле требуется жених, который заменит всех хвостов. Который будет папой, мамой, который будет полностью все ее проблемы решать, помогать ей во всем. Скажите, Веронид, у вас ведь были, да, любовные истории? Да, у меня были отношения яркие, самые яркие. Расскажите? Да. Расскажите. Вот, ему 20 лет. Познакомились в интернете полтора года назад. Я ему сама первая написала, и он был в это время в Египте. Он мне ответил. Там общение завелось, какие-то симпатии. И прилетел на две недели раньше. Привез мне подарок, букет цветов. Я об этом не знала. Я думала, он до сих пор отдыхает со своими друзьями, родственниками, братьями. Вот. И привез. И в этот же момент его подарок, который мне подарил статуэтку, я разбила. Вот. Нечаянно? Вот. Нечаянно, не специально. Я держала в руках, и она у меня упала. Угу. Вот. И получилось так, что зря разбила. И я переехала к нему жить. Мы жили вместе, хоть на мой маленький возраст. Для меня это было испытание. Почему? Для меня это... Потому что у меня не было никогда таких отношений. Я никогда не... Ну, когда-то должно все начинаться. Вот. Ну, Саша, скажи. Ой, мы сами из клубной сферы, поэтому очень хорошо ее знаем. Вот. Она постоянно, постоянно появляется в этих клубах. Вот. Девочка очень позитивная. Вот. Это любвеобильная. Любвеобильная? Любвеобильная, да. Это что значит? Девочка душа. Девочка душа. Для всех причем. Безразбора. Для друзей. Разборчивы в мужчинах? Да. Мне кажется, нет еще. Нет, да? Пока нет. На что клюет? На внешность, на деньги? На внешность. На внешность. Александр все увидел, услышал. Ты услышала все об Александре. Поэтому тебе остается только показать сюрприз и пойти в свою комнату. Мне кажется, внутри она мягкая. Просто нет такого человека, который бы раскрыл это полностью. На Востоке, поскольку я наполовину кореянка и русская, у нас здороваются. Сложи руки вот так. Да, это как уважение знак. Наклонись. Анисио. Анисио. Садись. Я не умею готовить, но могу сделать сушу. Напоить тебя чаем. Если ты меня выберешь, я буду стараться учиться готовить, мыть посуду, мыть полы, убираться. Правда, честно тебе говорю. И палочками умеешь кушать? Конечно. Хорошо. Ты какую любишь? Я вообще люблю. Давай, хорошо. Давай Калифорнию. Давай мне с огурцом. Накормила, сразу улыбка появилась. Спасибо. Да, вы можете с твоей подругой проходить в комнату. Слушай, что-то нас так прессинговали. Я предупреждала. Как вам, Вероника? Красивая, симпатичная девушка. Сюрприз понравился, потому что сушу люблю. Частенько, когда посещаю сушу. Мне показалось, в принципе, 19 лет не молоденькая, но мне кажется, что еще не нагулялась. Я думаю, что Вероника не очень разборчива в отношениях. Она не очень дорожит тем, что у нее есть. Я боюсь, что когда она станет постарше, она может накуролесить и совершать всяких ошибок, которые потом невозможно исправить. Если вам она очень нравится, лучше ее брать сейчас в жены. Видишь, у них немного предвзятые отношения к тому, что ты маленькая еще. То же самое, что каждый думает, особенно в молодости, что впереди еще, ого, сколько, и можно все будет переписать. Совершенно нет. И не случайно ведь говорят, что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости. И это небольшой отрезок жизни, и его надо тоже достойно, в общем. Поэтому и учиться все. Ну не хочется быть такими бабками, которые здесь насчитают. А что делать, если ее родители и родственники не сказали? Я думаю, маме все равно, а бабушка, вот разговаривая с ней, ну я, кажется, людей чувствую, у бабушки такая боль, такая обида. Потому что самые тяжелые годы, когда лезут зубы, когда вот эта вот школа, начальные классы, а они уже были немолодые. И взять на себя такой, а потом подросток просто говорит, а там моя мама родная, там моя кровь. И тебя предают. Пережить трудно, но нужно. Вот. И я не знаю, может быть, это так звезды в тот год сошлись. Василиса, расшифруй, что ли? Я на самом деле думаю, что ситуация Вероники очень хороший урок для всех молодых девушек. Она ведь, если вы заметили по разным словам и ситуациям, она все время чувствует себя обиженной. Я абсолютно уверена, что с бабушкой была та же история. Уходила, наверняка хлопнув дверью, не просто потому, что мама позвонила, а потому что бабушка наверняка ограничивала. Вот молодые люди, молодые девушки, помните, что когда взрослые вам чего-то не дают, заставляют учить уроки, не пускают гулять поздно, чаще всего это проистекает из заботы о вас. Вообще воспитание, ращение человека невозможно без некоторого ограничения и насилия. Потому что Василиса потом, ты знаешь, неспроста она ведь говорит то, что у нее плохой характер, что она дерзкая, что у нее чудовищное. Ей нравится это в себе и кажется, что это такой шарм. На самом деле это абсолютно, ну, я просто часто упоминаю, это такая плебийская позиция. Мне так интересно слушать Ларису Гузееву, она прям такие умные вещи говорит. Я говорю, он тебе понравился? Ну, если ему подкачаться, то да. Давай поженимся теперь в вашем мобильном, наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом, а пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Александр, идите знакомьтесь со второй невестой, удачи. Здравствуйте, Александр, меня зовут Наталья, я также люблю спорт, как и вы. Я надеюсь, у нас будет еще много общих интересов. Спасибо. Здравствуйте, Наташечка, с кем вы? Здравствуйте. Это мои близкие подруги Юлия и Екатерина. Очень приятно, давайте на нас посмотрим. Наталья, 24 года, экономист в крупной компании, жалеет о том, что не стала врачом, гордится тем, что купила в Москве квартиру, считает себя хорошей хозяйкой, предупреждает, будет проверять мужчину на жадность. Три года потратила на парня, а он отказался на ней жениться. Когда Наталья поставила вопрос ребром, тот предложил расстаться. Надеется с Александром, она не потратит время зря. Открою вам страшную тайну. Мужчины давным-давно просекли нас, дурочек, и знают, что мы их тестируем. Терпеть это не могут. Может быть, у вас есть какие-то такие хитренькие методы? Поделитесь. Как можно тестировать мужчину? Просто смотришь, элементарно какие-то вещи там. Ну как тестировать? Например, я заболела. Да, да, да. Своему будущему мужу звоню и говорю, мне плохо. Он спрашивает, что ему привезти? Я говорю, ничего, только минеральную воду. А сама для себя уже решила. Если он приедет только с минеральной водой, это будет его первый и последний визит ко мне. Вот я так тестировала. А вы как? На самом деле, очень много сейчас мужчин, которые говорят, да, болеешь. Ну, как выздоровеешь, звони. А зачем ты больная ему нужная? Интересно. Известная поговорка даже есть на эту тему. Брат любит цестру богатую, а муж жену здоровую. Ну, к сожалению, да, сейчас мужчины такие пошли, которые не заботятся женщинам. Посмотрите, у вас был возлюбленный. Да. И вам нужно было пойти к косметологу на чистку лица. Вы у него попросили денег, а он сказал. Ну, мне просто было интересно, как человек будет себя вести. То есть я проверяла такими вот какими-то мелкими моментами. То есть я говорила, вот я хочу сходить к косметологу, а вот денежек нету. Вот очень хочется. А сколько надо-то было? Ну, элементарно там две тысячи. Просто там, не знаю, масочку какую-то сходить сделать. На чисточку, да. Да, на чисточку. И человек говорил, ой, да, ну, может быть, ты в другой раз сходишь, когда у тебя будут деньги. То есть помощи какой-то. Нет, ну, то есть он не поддался, например. Да, да, он не поддался. Наташа. Вот смотрите, мужчина никогда не должен знать, что вы ходите, сделаете себе чистки. Он должен думать, что вы просыпаетесь, вот такая вся прекрасная. Это у вас от природы. Вот в это бабское посвящать им совершенно их не нужно. Провинциалка какая-то. Куда она вот на него? Как тебе лёгого пола или синяя? Ну, да, прическа старомодная. Очень простенькая. На Украине в деревнях такие носят. И вы расстались с ним? Или ещё какое-то время? Нет, он ухаживал. Он планировал, может быть, какие-то более интимные там отношения, да, были близкие. То есть была стадия ухаживания. И мне просто было интересно, как человек там будет ухаживать. Дарить ли он будет цветы? Будет ли он звать там какие-то... Так у вас с ним ещё ничего и не было? Один раз, может быть, подарил? Нет. Так было у вас что-то с ним? Нет, ничего не было, то есть он просто ухаживал. То есть вы у него попросили денег, неважно на что, он вам их не дал, и вы... Нет, я не просила денег. Нет, нет, нет. То есть я сказала, что вот мне было... Я просто как бы в разговоре... Нет, ну, конечно, вы просили денег, только не так дай мне петь денег. Да, 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 но вы просили денег. Говори достаточно уверенно то, что она хочет от мужчины. Это его и напугает, скорее всего. А вторая история? В 19 лет я... У нас были общие друзья, познакомили нас. У нас была любовь с первого взгляда, можно так сказать. Мы начали жить вместе. Мы прожили практически 4 года. То есть ему не было 19, ему было 22. То есть достаточно такие молодые люди, очень юные. То есть я уже тогда... Я тогда ещё училась, а он уже работал. Мы жили у меня в квартире, но... Как мужчина он меня не содержал, он мне не помогал. Подарки не дарил, за квартиру не платил. Да, но на тот момент он работал, я не работала. То есть какой-то помощи от него я не видела. А вы что жили-то? Мама помогала моя. А откуда же у вас квартира нарисовалась? Это ипотека. А кто же вам такой ипотеку может дать? Это же всё-таки критиспособные должны быть. Может и взнос первичный. А кто помог, мама или кто? Ну, мам, конечно. Чего она взяла ипотеку, а потом ипотеку будет расплачивать её ухажёр. Да. Наташа, вот перед вами сидит конкретно Александр. Он уже заскучал, хотя глазами вас поедает. Вам наверняка хочется мужчину состоятельного, признаетесь? Хочется мужчину, который имеет цель в жизни, который хочет чего-то добиться. Послушайте, у каждого учителя по физкультуре есть цель. Это не значит, что... Вы просите спасмена, чемпиона? Почему? Или у энтомолога, который изучает жуков. Есть, например, цель найти уникальный вид, который ещё в природе никем не открыт. Поэтому про цель, знаете... А ваш мужчин с какой целью? Чего достичь-то? Цель делать благо вам? Ну, я думаю, мы должны смотреть с ним в одну сторону. Господи, я думаю, что мужчина должен... Но это и есть, это иносказательный рост фраза. Он должен зарабатывать на то, чтобы мы с ним вместе жили лучше. Я в основном. А, всё, поняла перевод. Я не говорю о том, что он сейчас должен помогать мне выплачивать ипотеку. Нет, я не хочу ни в коем случае... А почему бы нет? Вы знаете, Лариса, хорошо, а если вот он просто балонтёр, любит людей, ему вообще всё равно, где жить. Он живёт по общежитиям, я не знаю, собрёт бездомных собак. Ну, к вам он готов переехать. И цель его — мир во всём мире. Конечно. Ну, значит, будем на благо миру вместе с ним служить. Вы знаешь, вот, Лариса, я вот слушаю нашу невесту, ну, не веря ни одному слову, и более того, раздражаете вы меня. Знаете почему? Почему? Вот больше уважаю девчонку, которая пришла тюнингованно. Вот все это говорят, вот это стоит дорого. Поэтому, милый, если у тебя денег нет, при всём моём уважении, просто не хочу никого этого... Роза, но ведь ещё есть другие девчонки. Всё правильно. Нет, вот у неё глаза блестят, спрашиваем про деньги, вроде деньги хочу. А если денег не будет, тоже вроде бы это. Ну, вы что, как-то определитесь. Если у человека есть цель, если он что-то хочет добиться, почему нет? Ну, на самом деле, Наташа немножечко хотела по-другому сказать, потому что про того человека, с кем она жила, рассказывала. Она зарабатывала сама. На самом деле, она уже с тех пор работала, а в квартире жила. И подрабатывала. Ну, скажем так, ну, по крайней мере, ты хотя бы старалась. Он не платил ни за квартиру, никто ничего не приносил. Он не платил ни за квартиру, да, он не обеспечивал. Он брал машину в кредит, и он выплачивал свою машину. А вы должны были его кормить и всё остальное за квартиру. Ну, это будет чувство, молодость, роза. Я думала, что человек сейчас выплатит за машину. Так сейчас хотите такого, вот мы же про это и спрашиваем. Жуков будет любить, молодец, молодец. И в 18 лет уже жить мозгами 50-летней женщине невозможно. Она должна свои ошибки накопить, потом она их должна исправлять. Кстати, заметьте, не идёт речи о чувствах вообще. Ну, послушайте, квартира, ипотека, деньги, чувство, типаж, характер, какая-то, ну, симпатия, антипатия. Вот этого нет, ничего не обсуждается. Конечно, хочется, чтобы мужчина помогал. Конечно, хочется иметь твёрдое плечо, которое тебя поддержит, поможет тебе во всех проблемах. И вот эта финансовая, так сказать, подпорка не испортила ещё ни одни отношения. Конечно. Я хочу сказать, когда любишь. Понимаете, отношения портят что? Лень, бесконечные, безденежные, когда твои подруги едут отдыхать там в Грецию летом, а ты не можешь в Подмосковье выехать. Конечно, это портит, это делает дурным характер твой, это оставляет какие-то морщины в твоём лице. Мы всё про вас поняли. Спасибо. Либо покажите сюрприз. Так как я увлекаюсь фотографиями, это моё хобби, как модель, да, я сделала Александру такой календарь викидной на 12 месяцев со своим изображением. Здорово. Чтобы ты каждый месяц налюбовался моей личностью. Пусть ты её повесишь там где-нибудь на кухне, да, либо в офисе. Вот. И, может быть, если у нас всё совпадёт с тобой, мы будем отмечать здесь какие-то наши общие праздники, День нашего знакомства, Дни наших праздников. Вы этим зарабатываете, Наташа? Нет, это просто мне нравится, да. Я просто, ну, пока молода, я думаю, можно запечатлеть. Спасибо. Прекрасный подарок, спасибо. Представляешь, как замечательно. А когда уже поженится, можно делать супругу такой подарок. Например, середина декабря. Купил ли ты мне подарок, дорогой, чтобы сразу было отмечено? Да, да, да. Или в феврале. Готовимся к 8 марта. Спасибо, девчонки, у вас прелестная подружка. А чётко, ты посмотри, как она этого, манки-то ставит. То есть к ноябрю дойдём до свадьбы. Всё, это всё свадебное. Но у нас тематика, давай поженимся. Молодец, молодец, правильно, правильно. Чтобы вы видели, как я буду выглядеть в своём платье. Спасибо, проходите свою комнату. Очень красиво. А, вот такой хорошенький. Ух ты. На телеэкране одно, а здесь. Ну, что скажете, Александр? Красиво, симпатично, понравилось. Наташа, ты ему понравилась, смотри. Он на подружек тоже обращал внимания, кстати. Роза, тебе понравилось? Да, Наташа, мне понравилось. Более того, мне нравится, работящая. Закончила институт, правильно за ипотеку, собственно говоря, держится. Раздали, значит. А что на клубы-то? Внушает доверие, конечно. Считаю, что вообще просто вот готовый университет. И возраст хороший, что дальше-то тянуть, в общем-то. А Василиса, что там, звёзды? Ну, она действительно очень требовательная и не всегда уживчивая в отношениях. Женщина, которая хочет управлять мужчиной полностью, которая хочет, чтобы всё было в отношениях на её усмотрение. Но поверьте мне, таких женщин совсем немало. Она, конечно, планирует свою личную жизнь, как то, что она последняя принимает в отношениях решения. Да, властная женщина. Но можно сказать, что внешний по типу – это ваша девушка. Может быть, вам удастся её перевоспитать. Ещё время есть. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Александру встретиться с третьей невестой. Проходите, удачи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Очень рада нашему знакомству и надеюсь, что наша встреча будет с тобой не последняя. Спасибо. Она его сверлит взглядом. Пишница. Здравствуйте, Яночка. С кем вы пришли? Я пришла со своей сестрой, со своей лучшей подружкой. Ксюша и Катя. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Яна, 21 год. Помощник генерального директора в рекламной кампании. Занимается дайвингом, читает русскую классику, любит делать татуировки. Мечтает о троих детях. Признаётся, что сгоряча может наговорить лишнего. Жалеет о том, что впустила в свою жизнь недостойных людей. Первый возлюбленный изменил Яну с лучшей подругой, второй променял её на телешоу. Яна надеется, что у Александра серьёзное намерение. Вы такая молоденькая и уже так увлекаетесь татуировками. Давно ли? И много ли их уже? Первая татуировка я сделала 18 лет. На самом деле их 6 уже на сегодняшний день. Я считаю, что тело женщины должно быть нежным, чистым, открытым. Да, и без всяких вот этих вот каких-то украшений. А вы знаете, что к нам очень многие приходят мужчины достойные, прекрасные женихи, и у них единственное условие, чтобы на теле девушки не было татуировок. Зачем вы сужаете себе, так сказать, количество кандидатов в мужья? Сейчас это легко выводится. Не рассказывайте, это не так легко, и остаётся шрам. Шрам. Ну, главное, что это мне нравится. Я же это делаю не для кого-то. На спине у меня имена родных, и очень красиво это набито, шерифт не читается. То есть если вы посмотрите на неё, вы никогда не поймёте, что это написано. А любимый, скажите, как вам кажется, почему вами мужчины перенебрегают? Почему не женятся? Почему не идут в отношения? Ну, на самом деле, мне кажется, что это из-за моего характера. А что в вашем характере не так, Ян? Ну, я очень эмоциональный человек, очень вспыльчивый. Я могу сказать что-то, не подумав, и потом мне за это бывает очень стыдно. Любите доказывать своё, бороться? Я люблю доказывать, да. А контролировать себя не пробовали? Вы же существо разумное. Я стараюсь, конечно. Вот расскажите про первого парня, с которым у вас было всё как в сказке. Нас познакомил друг. Мы стали больше проводить время вместе, жили какое-то время. Но разный интерес. Очень важно, чтобы у партнёров были разные жизненные позиции, цели, задачи. Я как-то ушла в семейность, и мне это очень нравилось, хотя мне было меньше лет, чем сейчас. А ему надо было гулять, тусоваться. Первые полгода мы гуляли и тусовались. А потом меня это перестало устраивать. Поэтому начались ссоры. Так она тоже тусуется, и чего её не... Не, она говорит, что с молодым человеком встречались и тусовались полгода. А как такое возможно, что молодой человек позволял ей вместе с ней тусоваться? Не закрыл её дома, не сказал, нельзя в клубе. Ладно, я последнее дело, да, там я. Скажите, а как так случилось, что вы застукали его с подружкой? Это не это, моя лучшая подружка, другая. Это меня? Да. Как получилось? Ну, у нас постоянно был с ней конфликт по поводу того, что все молодые люди, которые нравились ей, почему-то я ничего честно не делала, почему-то переключались на меня. И в определенный момент мне казалось, что она это делала мне назло, потому что это не единственный был молодой человек, с которым она так поступила. И она об этом просто начала всем рассказывать. Она гордилась тем, что она как-то его заманила. Увела, да? Увела, хотя он не ушёл к ней. Просто он до последнего врал, что это неправда, что ничего не было. Ну, у девочки, видно, не хватило ума этого скрыть. А зачем с ней дружили? Мы дружили с юношеского возраста. Ну, хорошо, вот когда вы её застали со своим мужчиной, как она это объяснила вам? А никак. А я не стала... А зачем спрашивать? Ну, если ты уже знаешь, и знаешь, это наверняка. А зачем... А ваш друг не пытался каким-то образом? Он отрицал всё это до последнего, естественно, но правда не волк. А подружка была убогонькая, но объективно. Нет, я бы не сказала так. Ну, для меня чисто внешне... У меня была такая, влезла ко мне в дружбу убогонькая. Сейчас живёт в Швейцарии, если смотришь, Люда Рыжая. Спать ты последняя. Нескоросная, коротконогая. Но ей хотелось переспать со всеми знаменитостями. Вот просто вот такая цель, вот со всеми знаменитыми мужчинами. Я была с животом вот такая беременная, просто уже еле ходила перед родами. Она влезала просто в мою жизнь. Вы знаете, в дверь она в окно. Вот ей нужно было обязательно, понимаешь? Вот человек без принципов, без гордости, без всего. Убогонька одним словом, убогонька, шо с тебя взять? Я бы не назвала бы. Вот, поэтому я к вам с вопросом. Виталий была ситуация? Нет, я обнесла бы. А не стоило простить своего мужчину? Было. Это невозможно. Мне кажется, что она будет сидеть дома и... И просто набивать себе новые татуировки, ходить по салонам красоты. Ксения, вы старшая сестра? Да. Сколько у вас разницы? У нас 7 лет с Ядой. Вы считаете, что ей пора? Я считаю, что, в принципе, да, в виде ее отношения к семье, ей, в принципе, никогда не были интересны клубы. Она очень любит детей. Она хочет детей. То есть внешне она выглядит достаточно современной молодой девушкой. Но наше воспитание у нас папа-офицер. А для другого не исключается? Да, воспитывали нас достаточно старомодно. Да? Хорошо. Ну, больше не разукрашивайте себя татуировками. Хорошо. Потому что встретите достойно. А он скажет, все мне в себе нравится, я... Ну, вот это... Показывайте сюрприз. Хорошо. Спасибо. Не переживайте, резать не буду. Хочу, чтобы мы сделали одинаковый рисунок с тобой на руке. Ну, и для этого я приглашу Ольгу. Она мне поможет в этом. И, надеюсь, ты не против. Не против. Кольчик на колене купола. Она рисует сердцевину цветка. Это нас будет объединять с тобой. Цветок символизирует будущее. Чтобы у нас с тобой все было прекрасно. Да? Надеюсь. Зачем нам меченый мужчина, девочки? Его сейчас пометят. Чего? Там быстро все стирается. Может быть, это какая-то магия? Все? Спасибо. Если Александр сегодня выйдет не с вами, как долго еще будет память о вас красоваться на его ладони? Ну, недолго. Он сможет ее смыть. Очень хорошо. Тогда спасибо вам. Проходите в свою комнату. Александр, как вам Яна? Симпатичная девушка. Понравилась. Я думаю, она... И подарок такой оригинальный. Красиво так. Очень красиво. Не стирай. Ничего не смутило. Ничего не насторожило. Ну, вот насчет татуировок. То есть, как бы, я, в принципе... Не то, чтобы сказал, что я против их. Но не хотелось бы, чтобы с ними перебарщивали. То есть, как бы, все должно быть в меру, мне кажется. Шесть. Целый список родственников. Свиньи. Ну, в принципе, понравилось девушку, да? Симпатично, красиво. Да, мне тоже Яна понравилась. Мне показалось, что она достаточно рассудительна для своих лет. Знает, чего хочет. И это правильно. Прекрасно. Поэтому я за Яночку Розу. Ну, я разочарована. Так хорошо все начиналось. Прямо вот и разговоры, и родители у нас богаты. Сама красавица. Фигурку я оценила. Ну, и так закончилась. Какую-то фигню непонятную на руке. Ну, мне кажется, у меня было интересно. Да, интересно. Со смыслом, самое главное. Да, необычный. Я считаю, что ваш тип женщины, она, конечно, красавица. Но если она не будет спорить, если вот в себе это подавит, выводить мужчину на чистую воду, прищучивать, бороться, все время находиться в состоянии какого-то противоречия. А я считаю, что она девушка умная, может это сделать. Станет быстрее счастливой. Если это растянется на долгие годы, ну, придется подождать. Я согласна с Веслисой. Да, я полностью согласна с нами. Уже умеют. Александр, ну, в общем-то, есть из кого выбирать. Согласны? Да, согласен. Все очень красивые, достойные. В каждом есть свой изъян. Все красивые, хороши по-своему. Вот. И такие оригинальные подарки. То есть понравились. Но я сделал свой выбор. Он же сделал выбор. Без помощи. Самостоятельный мужчина. Не будет никого слушать. Все мы прекрасно знаем, что красивыми восхищаются, а умных любят. И сочетание красоты с умом, хотя достаточно редкость, у нас сегодня такое сочетание было. Наталья. Поэтому я за нее. Я тоже за Наталью. И по возрасту она вам ближе. Все-таки и Вероника, и Яна еще такой сырец. Пусть они немножечко поэкспериментируют. Не на вас. Вам не надо. Вы достойный жених. И, мне кажется, Наташа вас может осчастливить, а вы ее. Да? Отлично. Более по возрасту подхожу. Остальные девочки все-таки... Я думаю, она самостоятельно тоже выбор сделала в пользу тебя. Ну, это сразу видно было. Ты покорила всех просто. Ой, девочки, зайдет ли? А звезды? У нас сегодня интереснейшая ситуация. Если посмотреть гороскопы Натальи и Яны, обе вам подходят. Но обе с вами будут бороться. Правда, разными методами. Поэтому вам сейчас предстоит выбрать, с какой из них вы хотите бороться и как. Наталья будет вспыхивать время от времени, активно давить. И пытаться выяснять отношения, но, еще раз повторюсь, это будет время от времени. Редко, непостоянно, неожиданно для вас. А Яна будет постоянно находиться в каком-то противодействии, будет всегда в отношениях какая-то важная тема, по поводу которой вы будете полемизировать. Вот и выбирайте, чего хотите. Вы каждым молодым человеком, он тебе понравился? Понравился? Ну, да, понравился. Думаю, что выйду. Мне почему-то кажется, что он зайдет. Не знаю. Нет, посмотрим. Я думаю, вы уже выбрали. Поэтому проходите, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-ки. Михаил, 30 лет, номер 2186. Менеджер в кинокомпании. Коллекционирует человеческие типажи. Мечтает снять русскую комедию и купить три квартиры в центре Москвы. Женится на в меру серьезной девушке, которая умеет поддержать философскую беседу и от души подурачиться. Вячеслав, 36 лет, номер 2187. Временно не работает. Один воспитывает больного ребенка. Мечтает встретить симпатичную, добрую, понимающую девушку, которая полюбит его всем сердцем и станет матерью его сыну. Мы не знаем, выйдет Александр один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и давайте его поддержим. Мамый дом! Ура! Привет! Ну что, выбрал я тебя. Ну, замечательно. Пойдем. Сегодня у нас есть пара Александр и Наталья. Мы дарим нашу паре замечательные кондитные степы от кондитной фабрики «Славянка». Они сделают вашу жизнь сладкой, а настроение ярким. «Славянка» несет радость людям. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Удачи, спасибо. Для своей любимой девушки я готов готовить каждое утро завтраки. А что на языке знаков, Василиса, в первый день знакомства означает «яйцо»? Все друзья тот же самый вопрос задавали. Мы на этой почве поругались. А потом я уже просто подарил кольцо. Да. И все, мы расстроились. А вы знаете, она даже его как в анекдоте пыталась спрятать в шкаф, но он не в лес, он на балконе прятался. Это вот если бы я была бухгалтером или учительницей, я бы себя так не вела. А я, можно сказать, практически артистка, практически сибитова. Я сама на этих участках на быков выходила, с нашими ребятами, да, прям на быков. В каком смысле это?